Едем в Сан-Хосен поддержать Фёдора Емельяненко, всей нашей дружной русско-американской компании. Ну всё, мы уже сегодня очень расстроены, боя Фёдора не будет, поэтому мы практически плачем. Плачем, расстроены, мы проехали тысячу километров ради именно только этого боя, но, к сожалению, его не состоится, поедем смотреть другие бои этого Беллатера 172. Возможно, будет что-нибудь интересное, мы подснимем его. Ну вот, бой Фёдора не состоится, вот приходится смотреть вот такой вот шняг. Я небольшой фанат женских боёв, тем более неизвестных мне, но за неимением лучшего приходится смириться. Артур, свои комментарии по этому бою. Я болею за ту, которая в зелёном. Которая убьёт её? Да-да-да, которая толще. Эти девушки, её желание сражаться до конца, не могут просто не вызывать уважения. Всё, что победила! Во, пиздец у неё там! Да, посмотрели Беладер 172. Разочаровал, порадовал только Анатолий Токов. Продолжение следует... Что это такое? Что за несправедливость? За парковку 25 баксов. Вы представляете, что это за цена? Прокопьевский, знаешь, за это? Убивают. За 25 баксов? Запросто. Я скажу, что очень хуёво жизнь Прокопьевский. Не убивать за 25 баксов. Я попрошу не портить мой контент в первую очередь. И скажу, что я думаю, у вас в морожке... Или как, не в морожке? В морожке. В морожке. Думаю, 25 баксов тоже очень значительная сумма. В морожке просто... Ты опять вот что за... Запикаешь, чё ёлки-палки. Это такая речь фольклорная. Бай кров. А ты... Бай кров. Ну чё, парни, как вам ивент? Как вам бои? Чё, блядь, хлюра не было. Понравилось? Толя только спас. Немножко голосно покричали. Только спас. Томсон падает красиво. А вот Томсон... Артур, ну твой профессиональный комментарий. Мой профессиональный комментарий, то что этот Иван хуйня полная, короче. Да не порть мне контенты. Заменяй. Мне кажется, да, очень плохое было качество, продакшн, очень плохие бои. Скучно было. Я никогда не возьму... Ни на что глаз не зацепился. Единственное, хорошо Джош Томсон порадовал, конечно. Красиво выступил. Джош Томсон красиво упал, но... Толя Токов красиво нокаутировал. Да. Два боя, да, можно выделить, в принципе? Можно, да, два боя, да и в сумме, наверное. Ну... Это был не лучший ивент БеллатРа. Пройдётся страдать. В чёрной ленточке пометим БеллатР 172. Природа Северной Калифорнии порой напоминает российскую... из-за садов не очень видно, но смотришь и чем ты ощущаешь себя в России. Идём в твой любимый ресторан. Или твой любимый ресторан Макдональдс. Деннис обычно меня разочаровывал. Ну, а Трус сказал, что это лучший ресторан американской кухни. Друзья, своди. Что называется, почувствуй себя американцем. Мексиканцем. Я бы сказал, почувствуй себя мексиканцем. Очень бедный момент. Но мы покушаем, позавтракаем. Покушаем яичек, наверное. Ладно, увидимся позже. Покушаем. Покушаем. Чисток большой, шоколадский, шоколадский. Оставь так, DJ... Вот, кто меня... Покушаем. Друзья, щепотель, пекар. Мексика. Наша путешествия покоя в концу практически, мы выезжаем к Лусаминесу, и как говорится, а в деревне Гадюкино опять идут дожди. Потрясающая природа, зеленая века, поля, коробки, пасута, дают молоко. Как думаешь, молоко с ГМО или нет? Я думаю, вот эти коробки. Органик? Да, за которые пасута, их не будет. Прямиком идут в полфуд. Ну вот и приехали. Сколько наше путешествие занимало времени? Обратная дорога-то? Где-то мы в час выехали, где-то 8 часов. 8 часов и мы дома в Лучезарном Сан-Диего. Не, не Лучезарном, в Солнечном Сан-Диего. Солнца только нет, уже 3 дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова